Бисмиллах, альхамду лилляху, ас-салату ас-саламу аля Расулу лилляху, ас-саламу алейкум, рахматуллаху и баракату. Очень часто меня просили рассказать о том, как укрепить свою память, как бороться с ухудшением памяти и с рассеянностью. Я бы разделил причины, способы укрепления памяти на два типа. Первый тип средств, способов — это нравственные. На первое место я бы поставил мольбу, мольбу об укреплении своей памяти, как Всевышний Аллах, обращаясь к Мухаммаду салаллаху алейхи ва саляма, сказал «О Мухаммад, ты скажи, О Аллах, прибавь мне мои знания». То есть просить у Всевышнего Аллаха о том, чтобы он даровал свою поддержку, свою помощь в обретении знаний, в улучшении способностей на этом пути. Также обращаться ко Всевышнему Аллаху с адкарами, которые посланник Аллаха салаллаху алейхи ва саляма произносил, с которыми посланник Аллах обращался ко Всевышнему Аллаху. На первом месте я бы отметил дуа. Второй способ, вторая причина — это богобоязненность, покорность Всевышнему Аллаху. Ибо ослушание грехи лишают обучающегося способности усваивать тему, запоминать, и это ухудшает его память. Этому свидетельствует история имама Аш-Шафи'и, когда он пожаловался на ухудшение своей памяти своему учителю. Я пожаловался своему учителю на ухудшение своей памяти, и он указал мне на отказ от грехов. И далее он говорит, что учитель мне сказал, что знание — это свет от нашего Господа, и этот свет не сходит к грешному. И я начал размышлять о том, в чем же было мое ослушание, где я и когда согрешил. И он вспомнил один случай, лишь один случай, когда он, выходя из дому, увидев одну женщину, случайно обратил внимание на ее голую стопу. И имам Аш-Шафи'и твердо решил, что это и служило причиной его ухудшения, его памяти. А память у него была феноменальной. Он с одного взгляда умел сохранять в памяти то, что написано на одной странице. Следующий способ — это отказ от той информации, которая не касается тебя. То есть следить за, минимизировать тот поток информации, который тебе абсолютно не нужен. То есть отказаться от всего того, что может засорить твой мозг, ограничиваясь лишь на том, что касается твоей религии и твоего быта, того, что тебе сегодня необходимо. И даже относительно религии, относительно предметов, изучаемых тобой, заострять, акцентировать свое внимание именно на том предмете, на том задании, который сегодня тебе задан. А ведь сегодня век потока информации, каждый из нас окружен плотным потоком всякой ненужной информации. Мы листаем социальные сети, мы разглядываем всякие ролики и так далее. Это все непременно засоряет наш мозг и рассеивает его, и мешает нам сосредоточиться на нашей цели. И для этого я советую всем обучающимся, всем студентам очищать свои телефоны, удалять из них всякие ненужные социальные сети, оставляя лишь то, что крайне необходимо для того, чтобы делиться нужным материалом, для того, чтобы поддерживать связь со своими близкими и так далее. Отключить все социальные сети, для того, чтобы освободить свой мозг, свою голову, именно для того, что сегодня, в данный момент тебя касается. И здесь опять я приведу пример имама Шафия, который был вынужден, он ведь обладал очень сверхъестественной, даже можно назвать памятью, когда он был вынужден прикладывать, скрывать следующую страницу своей книги, то есть, когда он изучал наизусть Коран, он прятал следующую страницу Корана своим рукавом, чтобы его не заучить, не выучить раньше текущего задания. То есть это тоже говорит о чем? Говорит о том, чтобы сохранить органы восприятия, ограничить его именно лишь на той цели, которая стоит перед тобой сегодня. И вообще это совет для многих людей. Сегодня очень многие люди страдают от психологических расстройств, теряют душевный покой. Это все в этом виной является современный мир с его шквальным потоком всякой негативной, ненужной информацией. И посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, именно об этом и сказал, когда сказал, «Мин хусни ислями льмар'и таркуху ма ля я'нии». Наилучшей формой исповедания Ислама человеком является его отказ от всего того, что его лично не касается. Да поможет нам Всевышний Аллах контролировать вот этот поток информации. Следующее, уже хочу перейти плавно к другим способам. Способам, которые улучшают, развивают общую нашу продуктивность. Продуктивность нашего головного мозга, физического тела. То есть наш головной мозг — это орган нашего тела. Естественно, он отдельно взятый, наш головной мозг, наши когнитивные функции не могут быть способными и не могут работать полноценно, если весь наш организм страдает. В первую очередь я бы посоветовал качественно улучшить свой рацион. К сожалению, сегодня современный человек к рациону, к еде относится совсем по-другому. Никто не рассматривает, что еда может быть или лекарством, то есть источником энергии, источником силы и, может быть, причиной, источником многих заболеваний. Конечно, источником заболеваний еда может служить тогда, когда мы еду рассматриваем как развлечение, а не как средство и способ получения энергии и силы для того, чтобы двигаться дальше к своей цели в жизни, поклоняться Всевышнему Аллаху. И тем самым в рационе современного человека, особенно молодого, чрезмерно завышает количество сахара и углеводов. И тем самым его рацион остается без необходимых питательных вещей, которые содержатся во многих салатах, в разных видах зелени. И, к сожалению, особенно я замечаю, среди дагестанцев зелень — это предмет украшения стола. Мы салаты и зелень откладываем и тут же начинаем свой рацион, свою трапезу с горячей пищей. То есть режим питания, чтобы питание, еда твоя служила источником энергии, источником здоровья, источником силы, а не наоборот. Второе, что касается режима питания также, чтобы еда была в меру. Ведь Аллах в Священном Коране говорит, Вы ешьте и пейте, но не расточительствуйте. Вот слово «не расточительствуйте» мы чаще всего относим к тому, что после себя на столе нельзя ничего оставлять, надо все доедать. А ведь аят говорит совсем о другом. Говорит о том, чтобы мы поглощали, потребляли в меру эту пищу. Естественно, переедание — это источник огромного количества неисчислимых видов разных болезней и в том числе ухудшения памяти. Посланник Аллаха С.А.С. сказал «Тот, кто есть много, переедает, он спит много, говорит посланник Аллаха, а тот, кто спит много, упускает очень много блага». Поэтому это то, что касается еды, рациона и режима питания. И также хочу подчеркнуть, что очень способствует, улучшает функции головного мозга, улучшает наши когнитивные функции голод. То есть периодический пост, он только улучшает способности нашего головного мозга и, естественно, нашу память. Следующее, что непременно играет очень важную и решающую роль в улучшении не только памяти и всего нашего физического состояния и наших умственных способностей, это режим сна. Качественный сон. Современные люди сегодня раньше 12 редко ложатся спать. И тем самым, конечно, мы таким образом причиняем колоссальный вред своему организму. А студент, которому очень важны умственные способности, для которого основным инструментом на пути к этой цели, и к обретению знаний является память, очень важно в свое время наложиться спать и просыпаться утром на утреннюю молитву, желательно еще пораньше, и начинать работу над заданием, умственную работу делать пораньше с утра. И в этом есть барака. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, Благодать в моей умы заложена в раннем ее пробуждении. Дорогие братья, на этом те советы, которые я мог бы вам сегодня дать, они исчерпаны. Конечно, существует очень много других способов и средств, которые могут также, помогут укрепить, улучшить нашу память. Дай Всевышний Аллах всем нам силы и тавфик в обретении знаний, полезных знаний и простить нам наши грехи. Вассаламу алейкум, рахматуллаху, баракату. Продолжение следует...